Всем привет, легендарные начата, с вами снова я, Бабка Шоу, это самый честный обзор, который вы сможете найти на игру Overlook Bay, по крайней мере на русском ютубе. Сегодня я поделюсь с вами опытом, накопленной за время игры в эту игру, реально покажу вам, как здесь зарабатывать, что здесь делать, систему пэтов, систему машин, всё это прям тщательно, максимально классно и быстро расскажу вам в этом ролике, так что не переключайтесь и смотрите, конечно же, его, я для вас буду стараться. В этом видео я постараюсь вам объяснить, стоит ли покупать бета-версию игры за 25 робуксов, вообще, есть ли в этом какой-нибудь смысл, потому что игра, ребятки, ещё, честно говоря, сыроватая, множество багов, ещё она подтормаживает, хотя у меня компьютер реально довольно сильный, у меня GTX карта стоит очень сильная и, блин, я представляю, что творится у людей на телефоне, а ведь у меня на компьютере лагает. Ребят, сейчас я вам попробую объяснить концепцию игры, когда мы в первый раз заходим в эту игру, некоторые люди, конечно же, не понимают, что здесь надо начинать делать. Ребят, чтобы заработать деньги, в этой игре нужно работать, то есть, ну, как бы это странно ни звучало, в этой игре нет такого, что вы кормите своего пета и получаете за это деньги, нет, там совсем другая валюта у вас и немножечко по-другому игра построена здесь. Денежная валюта зарабатывается немного по-другому, конечно, вы можете целый день выполнять всякие вот желания, например, купить кофе, выпить кофе, но я думаю, то, что интереснее намного было бы проехать сразу же на пляж и показать вам, что же здесь нужно делать и как здесь можно реально заработать. Во-первых, смотрите, ребятки, в стартовый набор у нас входит вот такая вот лопата. Мы едем с вами на пляж и, конечно, выкапываем клад, потому что клад это у нас основа, здесь реально за клад можно получить за один артефакт 50 монет и плюс еще за то, что вы два выкопаете, вам 25 идут в заданиях. Потом, ребят, смотрите, у нас разбросаны всякие камушки, всякие морские звезды по пляжу, их тоже у нас нужно собирать. Чтобы вы знали, ребятки, всякие звездочки спавнятся только на пляже, то есть, ну вот, в других местах, например, на зелени у вас нигде вы не найдете, конечно, звездочек. Здесь все продумано, здесь только на вот такой вот пустынной поверхности на песочной появляются звезды, то есть, ну, блин, ребята постарались насчет этого, подумали и почему-то факел так выглядит, как будто он летает. Смотрите, ребят, в общем, собирайте такие штуки и сейчас я вам покажу, куда их нужно девать. Когда вы, ребята, поняли то, что все, больше нет у вас звезд на пляже, нигде у вас больше звезд нет, вы хорошо поискали, вы едете вот на вот этот вот остров, где нарисована рыбка, вот в этот вот дом нам нужно зайти и здесь вот есть еще несколько наших звездочек, но в целом это не важно. В общем, вы собрали то количество звездочек, которое вы считаете вам достаточно, то есть, ну, больше они не спавнятся, вы все собрали. Теперь заходим к нашему торговцу, нажмем на кнопочку продать, здесь продать вещи и, конечно, выбираем все наши вещи, которые мы нашли. Здесь вот у нас есть подробный список, что сколько стоит, и вот мы сейчас получим, получается, неплохие деньги. Нажимаем на кнопку sell и мы с вами получаем 110 гемов. Смотрите, вот так вот мы с вами зарабатываем деньги в игре Overlook Bay. Есть, ребятки, еще несколько альтернативных способов заработка. Первый, конечно же, прокачиваться, вот такие вот задания выполнять, получать или XP, когда вы прокачиваете пэдот, или, конечно же, алмазы, когда вы прокачиваете себя. Второй способ, ребята, это выполнять задания. То есть, смотрите, здесь реально большой список заданий и за них реально дают, ну, прям, большие деньги. Третье, ребятки, это, конечно же, вот такие вот фруктовые деревья, которые вот впереди, смотрите, я приближусь сейчас. С помощью таких, ребята, фруктовых деревьев вы можете собирать фрукты и продавать их вот там вот тоже там. Есть место для продажи фруктов. И, конечно же, четвертый и самый, я думаю, такой прикольный способ, это вы вот так вот подходите, доставите удочку, которая тоже идет у вас в самом начале, в инвентаре она лежит, и закидываете, и просто ловите рыбу. Да, спросите, зачем вам нужна рыба, а вот сейчас вам покажу. Смотрите, ребята, вот вы ловите рыбу. К примеру, поймали рыбку, вам выпала вот такая вот рарная рыба. Смотрите, баги есть до сих пор в игре, но, конечно, от них, ребята, никуда не уйти. Пока что не исправили разработчики их. Вот вы поймали рыбу, она стоит 8 гемов. Пришли к нашему старику, старик, давай я тебе продам рыбы, покупай у меня вот эту вот рыбу за 8 гемов. И вот он покупает у нас за 8 гемов, все, мы продали. То есть, ребят, мы просто можем бесконечно с вами ловить рыбу. Ночью игра тормозит, не знаю почему, баг или не баг, но компьютер у меня реально, ребят, мощный, можете поварить мне на слово. Я бы не начала снимать вам видео, в других играх у меня не лагает даже на видео. Сейчас вот прям серьезно видно просадку по FPS, это реально неприятно, потому что, когда мы играем с вами, нам хочется плавную картинку, а ночью она прям максимально становится какой-то заквадраченной. И, по-моему, здесь даже 30 кадров не выдает мне сейчас. Это прям серьезно не очень такая вот вещь, когда у вас сильно тормозит игра. Не знаю почему, это какая-то, наверное, типа, из-за того, что здесь свет, динамическое освещение начинается какое-то. Реально, возможно, из-за этого у нас зависает. Но днем таких проблем нет, днем игра идет абсолютно идеально. Поэтому думаю, что это, ребята, исправят будущее, сделают небольшую оптимизацию под все устройства. Вот, ребята, мы подъезжаем к штуке, которая называется Wishing Well. Вот здесь вот, ребята, мы каждые 18 часов можем подходить к нашему колодцу и его трясти, как сказать-то. Вот такая вот у нас рулетка, мы ее крутим и, получается, получаем какой-нибудь приз. Кстати, я сегодня уже ее делала, поэтому не знаю, почему она крутится еще раз. Это реально какой-то баг, похоже. Здесь, смотрите, может выпасть алмазный билет, все такое, но мне выпадает 75 гемов. И, в общем, вот так работает наша система, то есть мы здесь можем реально выбивать вот такие вот всякие плюшечки. Абсолютно бесплатно каждый день, реально классная штука. Смотрите, давайте с вами пойдем дальше. Здесь, ребята, есть классная система пэтов, которую, кстати, недавно пофиксили разработчики. Вроде как теперь проблем с пэтами нет. Единственное, я знаю то, что они опять не хотят играть с нами в игры, потому что, ну, какой вот баг такой не могут наши разработчики до сих пор пофиксить. И здесь реально вот так вот печально с этим всем. Спросите вы, как ориентироваться по городу? Ориентироваться по городу можно довольно легко. Здесь по всему городу разбросаны стенды. Вот так вот едете, к примеру, вот вам едете и не знаете, куда дальше ехать. Останавливайтесь, смотрите, вот вам, не знаю, надо в школу, да? Мы здесь находимся, значит, школа вот она, значит, вот мы в школе. И так можно по всему городу ориентироваться. Баннеров реально много, везде есть, можно ориентироваться удобно. Также рыбалка, вообще что-то классное. Ребят, я лично люблю зарабатывать чисто рыбача. Вот здесь вот сижу по несколько часов рыбачу, потом продаю, у меня много денег уже. Давайте я сейчас порыбачу, словлю хотя бы 50 рыб и потом уже с вами встретимся и продадим. И посмотрим, сколько это денег, конечно, нам даст. Ребята, я наловила около 50 рыб и посмотрите, сколько легендарных рыб я наловила. Я всего одну ультра-рарную рыбу поймала, а легендарок очень много. И здесь реально где-то 51-52 рыбы. Давайте продадим эти рыбы сейчас нашему торговцу и посмотрим, сколько это все стоит. Потому что одна легендарка стоит 15, а их поймала как минимум 10, это уже 150 мы получим автоматически. Выбираем все наши 50 рыб и продаем за сколько же. Давайте посмотрим, нам дают 455 гемов, реально много, ребята. Это реально много. Я вам честно скажу, я ожидала, что будет меньше 455, это довольно много. И раз у нас как раз хватает денег на открытие боксика, давайте мы сейчас пойдем в центр и заедем, конечно же, откроем боксик. Я вам покажу систему открытия боксов. Смотрите, я сейчас нахожусь в нашем пэт-шопе и посмотрите, сколько здесь вот, например, бегает божественный пэт. В этой игре очень-очень большие шансы выпадения легендарок и божественных пэтов. Смотрите, в самом классном яйце стоит 10% целых шанс выпить легендарку. И давайте мы вот у этого паренька покупаем билетики. Здесь можно в любом месте купить билеты, но у этого паренька я куплю, может ему какой-нибудь процент упадет за то, что он работает здесь. И давайте возьмем наше яйцо одно и посмотрим, что нам выпадет. Ребят, смотрите, у меня есть целых 16 пэтов в коллекции из 23. И если честно, я очень хочу выбить себе какого-нибудь классного пэта, потому что мне каждый раз выпадают повторки. И я не хочу повторку дать мне что-нибудь прикольное. Ребят, мне выпадает что? Что мне выпадает? Слон. Ну блин, ребят, у меня уже столько слонов, я просто не знаю, что с ними уже делать. Посмотрите, раз, два, три, четыре, четыре слона. Я могу неон-слона сделать. Кстати, видео с неонками, которых я сама нарисовала, выплывет вам сверху. Посмотрите обязательно. Смотрите, ребята, чтобы крутить это колесо, кто не знает, нужно прокачивать ваших пэтов. Кормите, поите их, и вам за это дают вот такие вот поинты, за которые можно крутить. Но у меня почему-то баг какой-то произошел, похоже, и ничего я не могу делать. Ребят, вообще в игре очень много багов. Я сказала, что я буду оценивать эту игру максимально, сколько она заслужила. Да, ребят, она заслужила столько, сколько я и скажу. Смотрите. Во-первых, здесь очень много багов. К примеру, баги с питомцами. Их фиксят, их делают. Но, ребят, всё равно баги остаются, потому что всё быстро пофиксить не получится. Во-первых, это странное поведение этого пэта. Что с ним, почему у него двигаются ноги вот так вот как-то странно. Какой пэт будет двигать так ногами в реальной жизни? Никто же не будет двигать. Так что это довольно странно. Во-вторых, ну, ребят, игра ещё не доработанная. Здесь мало машин, мало всего. Блин, ну, что поделать, конечно, вот такая вот у нас игра. Ребят, по моему вот прям мнению, да, игра пока сырая. Игра сырая, мне нравится, но сырая. Доработает, будет вообще супер. Пока сырая. Так что, ребят, если вам нравится это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делайте, конечно же, для себя выводы покупать эту игру или не покупать. Я вам сразу всё показала, рассказала. Так что встретимся в следующем видеоролике. Всем пока, легендарные начата. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok